Эту школу ждали не только жители Экадолья, но и поселков Приуралье и Перовский. Раньше детям приходилось добираться до города или учиться во вторую смену в поселке Ивановка. 1 сентября новая школа откроет двери для 575 учеников. Ну вот такие большие светлые классы ждут наших первоклассников. Полностью это блок начальной школы, 4 первых класса. Родители ездят работать в город, да, еще куда-то. То есть представьте, это какой маршрут. С утра поднять ребенка, отвезти его куда-то вечером в обратном порядке. И здесь, конечно, мы очень-очень рады и спасибо еще раз огромное говорим за то, что вот такая возможность. И при этом, а вы понимаете, это же не просто школа, это же сказка, то, что построили. Школу называют самой современной в Оренбурге. Оснащена она по последнему слову техники. Спортивное оборудование, площадки, актовый зал, просторная столовая, новая мебель. Причем это не просто деревянные стулья и парты. Это цех по обработке металла. Существует специальная мастерская для учителя. И еще одна особенность. Здесь будет расположено и мультимедийное оборудование в том числе. То есть учащиеся как и, так скажем, руками смогут что-то делать, так и смотреть какие-то лабораторные интересные какие-то проекты и в интернете. Не каждая городская школа может похвастаться тем, что здесь будет поставлено, что какое оборудование здесь будет стоять. Даже тоже робототехника, насколько я знаю, по городу их очень мало. Это в основном лицеи, гимназии, где это лучше все. А здесь сельская школа, да, и вот будем инновации, наверное, будем внедрять это все в образование. Мне самому интересно этим заниматься. Один вот это большой спортивный зал, рассчитанный на 25 детей, проходная способность. Малый спортивный зал на 19 человек и тренажерный зал на 30 человек. Здесь душевые, раздевалки, все в соответствии с теми требованиями, которые сегодня существуют для обеспечения занятий физической культурой. Строительство длилось около двух лет. Всего на школу потрачено 640 миллионов рублей. Это средства федерального, регионального и муниципального бюджетов. Застройщики, которые занимаются комплексной застройкой, должны принимать активное участие. Именно в строительстве социальных объектов, школ, детских садов, а не только правительство области, муниципальное образование. На селе, вот допустим, у нас даже нет помещения, ну не знаю, там ни клуба, ничего, если там приют артисты, да, там или еще что-то. В школе это все можно будет организовать. То есть есть помещение большое, где можно будет проводить мероприятия, ну, собственно, для всех жителей поселков близлежащих. Вот. То есть это, ну, такой центр, получается, культурной жизни. Педагогический состав новой школы уже полностью укомплектован. Это 33 учителя. Отбирали их на конкурсной основе. А вот для учеников еще есть места. И прием обучающихся открыт. Гульнар Довлеталинова, Максим Марарь, городской телеканал ЮТВ.